Создавая в аквариуме какой-нибудь пейзаж, дизайнер никогда не стремится изобразить фрагмент биотопа. Неважно тропический это аквариум или для африканских цихлит, все равно в оформлении преобладают черты земного пейзажа. Ведь он ближе нам и понятнее. Здравствуйте, с вами программа Homo Aquarius. Генеральный спонсор программы Салон Акваблюз. Все великолепие подводного мира в Салоне Акваблюз. Огромный выбор морских и пресноводных обитателей, прошедших необходимый карантин и полностью готовых к продаже. Широкий ассортимент аквариумных растений, современное оборудование от ведущих мировых производителей, а также все, что необходимо для вашего аквариума от ламп до грунта. Салон Акваблюз. Аквариум. Ваши мечты. Сегодня я подведу итоги конкурса аквариумного дизайна, который прошел этой осенью в Санкт-Петербурге. 10 участников, 10 аквариумов, сотни килограммов грунта, больше тонны воды и всего 3 дня на то, чтобы создать свой подводный мир и заселить его новыми обитателями. Моё увлечение – это именно травяные аквариумы, то есть аквариумы с растениями и создание интерьера аквариума, более-менее приближенного к естественному. То есть 100% естественного его создать невозможно, но хотя бы приблизить. Это очень интересно. Именно вот сделать так, чтобы людям понравилось и в дальнейшем приносило им радость – это главная задача. Не скажу, что это максимум, что я хотел здесь увидеть. Если бы я подготовила больше почвопокровных растений, возможно, я бы сделала более зеленый пейзаж, более плотно засаденный. Я считаю, что это не худший вариант. Он очень спокойный. Банка не динамичная. Она очень спокойная, она созерцательная. Камни старался ставить в сильных точках по золотому сечению, насколько это возможно было просчитать. И придерживался, соответственно, стиля некого японского, то есть нечетное количество камней и форма их, то есть скалистая. Стенд, где проходил конкурс, был, на наш взгляд, самым посещаемым. Зрители внимательно осматривали каждый аквариум, беседовали с авторами композиций, а дизайнеры старались отвечать на все вопросы. Основная работа сделана вчера. Сегодня можно спокойно проанализировать результаты. Но давайте вернемся к ситуации, в которой оказался накануне Владислав Щербицкий. По замыслу дизайнера в аквариуме будут жить африканские цехлиды. Каменистый ландшафт и отсутствие растения – это лучшее решение. Однако по условиям конкурса все подводные композиции должны включать в себя живые растения. Стоитесь. Проблема. Проблема с растениями. Да, но шахты нет. При этом, что я не могу сразу сказать, без растений нельзя. Когда просто я не взрываю кущу, постоянно плавлюсь, не ходит. Нет, на самом деле. Ну, то, что без живых растений аквариум при этом делать нельзя. Да, да, да. Давай-то от конкурса просто снимайте второй номер, я рыбу выпущу, чтобы она просто плавала. Как-то красиво было. Посовещавшись, организаторы разрешили Владиславу закончить оформление в последний день конкурса. До того, как аквариумом подойдут члены жюри. Тогда надо сюда приедать, на нобисе посажу. С утра. На те же грабли чуть было не наступил Роман Злобин. В аквариуме был создан вчера, то есть в основной день работы дизайнеров. Здесь были еще использованы элементы декора, помимо растений. Когда я пришел сегодня, я решил, что я их уберу совсем. Сделаю акцент только на растительность и пытаюсь создать что-то только из растений. Без добавления каких-либо посторонних элементов. Вернуть корягу в аквариум после того, как композиция полностью закончена, затея бессмысленная. Но Роман нашел выход из положения. Нужны дополнительные декорации? Пожалуйста. Маленький камушек занял свое место в гуще растений. И композиция не пострадала, и условия конкурса не нарушены. Несмотря на то, что композиции уже сделаны, и в них нельзя вносить изменения, все конкурсанты с самого утра на своих рабочих местах. Сегодня члены жюри должны выставить оценки. На это может уйти весь день. Каждая работа оценивается по семи критериям. Важна каждая мелочь. Дизайнеры должны не только правильно и интересно составить композицию, но и сделать свой аквариум пригодным для жизни рыб. Владислав Щербицкий – единственный, кому разрешили сегодня закончить свою композицию. В последний момент оформляю баночку. Вот уже сейчас привожу ее в последний вид. Просто я люблю именно работать с камнем больше. Поставить камушки, а садись с ионубчиками. В итоге ему так и не удалось импровизировать в тех условиях, в которых он оказался не по своей воле. Организаторы не смогли полностью выполнить заказ Владислава на элементы оформления. Не приехала большая часть камней. Вот эти камушки – это уже импровизация была. То есть приехал один камень, который был заказан, остальные камни – это уже импровизация с того, что было. То есть на ходу все сочиняли. Отказываться от своей первоначальной идеи дизайнер не стал. Но воплотить ее, используя другие декорации, не получилось. К моменту конкурса был достаточно большой дефицит с растениями. Поэтому пришлось таким путем пойти. Остальные дизайнеры заняты текущими делами. Они ничего не попортили, я смотрю. Я опасалась за гиринофейрус. Вчера так метались на посадке. Теперь вроде ничего сидит. Руками неэстетично, наверное. Сейчас мы пинцетик возьмем. Так, товарищи, в зоне видимости пища. Надеюсь, это их отмечут. Бедные рыбешки. Как они себя чувствуют? Вчера у них стресс был серьезный. Перепад температуры они перенесли. Плюс долго находились в темноте. Резко на свет. Они были шокированы. Грунт довольно-таки грязный был. Мыть времени не было. Если бы я начал мыть грунт, мне бы не хватило времени на постройку и композицию. И, как правило, когда оформляешь аквариум, есть гораздо больше времени для фотографий. А здесь было всего два дня, поэтому грунт мыть не было времени. Я решил время отвезти на творческий процесс. Ну, в принципе, вчера я добавил, конечно, химию, включил фильтр. Вода пришла более-менее в норму. Вчера, на самом деле, все растения же были посажены. Все. Но растения сажались таким образом, чтобы подчеркнуть треугольную композицию. Смягчить динамику, которая задана корягами. А нубиасы посажены, чтобы смягчить контраст. Коряги слишком темные, все остальное светлое, поэтому а нубиасами я как бы разбавил композицию. Тем временем, члены жюри уже начали внимательно изучать конкурсные аквариумы. Продолжение следует... Работ много, они все разные. Я вот сейчас хожу, у меня еще пустой бланк, я не знаю, с чего начать. Оценивать есть что. И это просто настолько вообще радует и придает оптимизма, и придает вдохновение. Оценивать есть что? Оценивать есть очень высокий уровень, есть даже... Есть чему не только оценивать, есть чему даже поучиться. И это очень приятно, и за это большую благодарность, большая благодарность организаторам и участникам, очень серьезный уровень. Я думаю, что это продвинет аквариумистику в России, а она очень нуждается в этом продвижении. Потому что, ну, уровень пока, конечно, общий, так скажем, то есть не конкурсный. Он, ну, отстает немножечко от западного и от мирового. И, конечно, я думаю, что есть куда расти, и такие мероприятия здорово продвинутся. Цели достигнуты. Никто не думал, что с этими декорациями можно такое сделать. Я сам не думал. Всегда их считал ужасными, страшными. И вот только потому, что вот спонсоры так вот захотели, пошли на это. Оказалось, что ни ужасно, ни страшно, оказалось, что довольно-таки здорово. Уровень очень хороший, достаточно хороший. Опять же, то есть я общаюсь, проведя анализ, то есть я общаюсь и членами жюри непосредственно, и с участниками каждым. Есть, то есть на каких-то аквариумах мнение сходится, на каких-то аквариумах мнение кардинально расходится. Вот, поэтому, опять же, один из плюсов этого конкурса в том, что состав жюри 11 человек, то есть чем больше субъективных мнений, тем объективнее будет их общая оценка. Генеральный спонсор программы – салон «Акваблюз». Жюри закончила свою работу уже поздно ночью. Были подсчитаны выставленные оценки и распределены призовые места. Утром дизайнерам будут объявлены результаты. Напомню, что общий призовой фонд конкурса 150 тысяч рублей. Конечно, волнуюсь. Кто ж не волнуется? Опустошение внутри. Уже ни чувств, ничего не осталось. Одно волнение. На первое место уже не рассчитываю. Уже знаю. Оказаться в числе предвизеров было бы приятно, но я очень большую пользу получила от общения здесь. На самом деле, это очень много. Это не просто слет аквариумистов. Это лучшие представители, которые работают в этом стиле. Это очень важно. Для меня, казалось, это гораздо важнее, чем приз. На самом деле, очень волнуюсь. Не знаю, что будет, но надеюсь, что буду где-нибудь ближе к началу. Хотелось бы. На самом деле, выделяю из всего три работы. Это работа номер 9, работа номер 5 и работа номер 7. Впечатление, самое положительное, восторг. Вот, итоги. Мне очень приятно, что такой конкурс вообще состоялся у нас. Как-то давно хотелось, чтобы он был проведен. Читаешь в журнале где-нибудь про конкурсы, которые проходят на Украине или где-то еще. И кажется, что уже так долго существует зоосфера и ни разу не было ничего подобного. Так что, я просто рада, что я в этом участвую и что это произошло. В конкурсе представлены люди, питерские дизайнеры аквариумные, которые друг друга стоят в тех или иных направлениях. И все достойны уважения, все достойны похвал и наград. И у каждого свой стиль, у каждого своя манера. Приобрел много друзей хороших и много чему научился для себя. Душа в восторг какой-то, приятная легкость. Наконец-то я расслабился. После трех дней напряженного вот этого марафона я расслабился сейчас. Ну, будет, наверное, час еще. Вряд ли дольше. Там было что-то интересное? Мне нравится. Мне нравится. Вот я со своим склерозом забыла под аппарат, но, в общем, мне скинут в себя. Уважаемые судьи, наверное, пришло время подвести итоги нашему начинанию, нашему конкурсу. Спасибо. Мы рады сообщить, что эти аквариумы будут подарены детским больницам, и мы уверены, что они будут доставлять много радости детям. Я уже достаточно много сказал, хочу на этом закончить и объявить конкурс аквариумного дизайна в этом году законченным и выразить свою радость тому конкурсу, который произойдет в следующем году. А теперь начинается самое интересное. Те, кто взял первые три места, кто получил сегодня не просто почетные дипломы, кто не просто радовал зрителей и нас, организаторов этого конкурса со своими работами, но и заслужил награду от жюри в первую очередь. Итак, третье место сегодня получает Пашкевич Алексей Петрович. Второе место сегодня диплом и премиум соответственно получает Киринова Светлана Викторовна. Это аквариум номер пять. Поздравляю. Виктория Евгения Первое место Самый лучший аквариум по мнению жюри победитель нашего конкурса Поздравляю. Это аквариум номер пять. Три зрительских симпатий получает Алексей Пашкевич. Я не могу ничего сказать. У меня просто нет слов. Положа руку на сердце я не рассчитывала на какой-то результат. Ну я разного рода художественные работы за свою жизнь дополняла не только связанные с аквариумами. И мне хорошо понятно каким образом происходит оценка этих работ. Тут слишком много субъективных факторов работает. Настроений оценивающих художественные предпочтения огромное количество. Поэтому я его оформила и дальше пустила все на волю в ум. Доволен? Рад, счастлив. Чем-то приз зрительских симпатий отличен от приза который прислуждался группой жюри? Безусловно. Я рассматриваю его как даже более для меня он более ценен. Более ценен потому как это все-таки глаз народа это оценка покупателей это для меня как для представителя фирмы которые занимаются аквадизайном даже более ценно чем оценка жюри которые являются профессионалами и критерии данных оценок конечно отличаются от оценки рядового потребителя который просто видит красоту видит то что ему нравится. и в завершении нам хочется еще раз назвать всех участников первого конкурса аквариумного дизайна прошедшего осенью в Санкт-Петербурге аквариум номер один Сергей Миронович аквариум номер два Владислав Щербицкий третий аквариум Роман Злобин четвертый Алексей Гилев пятый аквариум и первое место в конкурсе Евгений Боровик шестой аквариум третье место и приз зрительских симпатий Алексей Пашкевич аквариум номер семь Павел Баутин восьмой аквариум Алена Вершинина девятый аквариум Сергей Светличный десятое аквариум и второе место в конкурсе Светлана Кириллова хочу отметить что высокое качество у русских специалистов вы также имеете представление об аквариуме я хочу на следующий год также быть организатором и спонсировать поскольку это был первый раз конкурс такого плана то это все было очень быстро но в следующем году мы хотим чтобы это было более качественно несмотря на то что качество высокое но однако все-таки можно будет и постараться повыше когда люди приходят на выставку они если видят пустой аквариум то это не очень привлекательно однако когда устраивается подобный конкурс люди сразу видят что это вау что это здорово что это красиво если людям это нравится нужно им дать это то есть показать что можно сделать не знаю знаете ли вы но некоторые аквариумы представленные здесь будут отданы в детские больницы мы преследовали две цели то есть сначала дать конкурс показать людям а затем подарить эти аквариумы детям на этом я заканчиваю рассказ о конкурсе аквариумного дизайна дополнительную информацию об этом событии обсуждение всех работ фоторепортаж из конкурса а также многое другое вы сможете найти на сайте наших партнеров www.vitavator.ru следите за программой и помните аквариум это не сложно а